Я могу не прощать, потому что во мне есть прощение от Бога, то есть я это... Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. Дары и призвания не подлежат пересмотру. Шалом всем в Одессе! Очень рад быть с вами вместе в этот пасхальный период. Передаю, конечно, свою любовь Валентину и Татьяне. Я очень благодарен, очень рад той работе, которую проделали вместе и которую они сейчас делают там, в Одессе. И за то время, которое у нас сейчас будет, я хотел бы поделиться с вами пониманием еврейского евангелизма. И я считаю, что это очень уместно в этот пасхальный период, период Песоха. Я считаю, что очень важно, особенно в это время, говорить о достижении еврейского народа, о проповеди им Евангелия. Потому что суть Песоха — это Евангелие. Конечно же, всем нам известно, что в этот период, в это время мы пересказываем историю о чудесном спасении народа Израиля из Египта, о выходе народа из египетского рабства, которое произошло более трех с половиной тысяч лет назад. И, например, мы учим наших детей в это время, мы говорим им об исходе, мы перечисляем все те казни, которые происходили. И, конечно же, мы делаем акцент на последней казни, которая заставила фараона отпустить народ и сказать, «Вы можете идти». Сам Моисей, Моше, он является, конечно же, прообразом Ишуа, он избавитель, которого Господь призывает, чтобы искупить и вывести народ Израиля, чтобы вывести их из Египта. Это история Песоха, и это прообраз, это тень того действия, которое совершает Ишуа в своей жизни. Поэтому я хотел бы вместе с вами еще раз пройтись по этой истории и посмотреть на некоторые аспекты, а также уделить внимание тому моменту, как эта история заставляет нас понимать, что мы должны нести Евангелие, во-первых, евреям, во-первых, иудеям, что мы должны делиться благой вестью, во-первых, с евреями. В 12 главе книги «Исход» мы видим то, как история пасхальная, она как бы утверждается как правило, как закон. И мы читаем последнюю десятую казнь, смерть первенцев. Но Господь, израильтян, обеспечивает таким, как бы, такой защитой, покровом. Вот что написано в 12 главе книги «Исход». «И сказал Господь Моше и Арону, этот месяц добудет у вас первым месяцем в году». Это первый месяц, сейчас, ну, мы знаем, называется месяц Ниссан или Авив. И далее говорится, что в 10-й день этого месяца, и это нужно передать всем израильтянам, 10-й день этого месяца, в 10-й день месяца Ниссан, нужно взять ягненка. Каждый дом или каждая семья должна взять себе ягненка. Для каждой семьи должен быть подготовлен ягненок. И если семья или дом будет малочисленным, чтобы съесть целого ягненка, они должны поделиться со своими близкими, соседями. Необходимо было учитывать количество людей. Всем нужен был ягненок. Это было требованием для всего народа Израиля. Всем необходим был ягненок, и потом об этом мы читаем подробности в 5-м стихе. Это должен был быть годовалый ягненок, без пятна и без порока. Другими словами, это идеальный ягненок, как бы в самом начале своей жизни. И он должен был быть приготовлен каждой семьей. Также сказано, что об этом ягненке должны были заботиться 4 дня, и уже на 14-е Ниссана, в сумерки, на закате, нужно было принести в жертву этого ягненка. То есть это действие, которое совершала вся община, все общество, когда не приносили в жертву ягненка, резали его. И после того, как ягненка зарезали, нужно было взять немного его крови, мы об этом читаем, и нужно было этой кровью помазать косяки дома или входные проемы дома. То есть кровью мазались обе стороны дверного проема, потом вверх и низ порог. Таким образом, весь дверной проход был помазан кровью ягненка. Далее сказано, что нужно было войти в дом в ту самую ночь после всех этих действий совершенных. И далее нужно было есть ягненка, испеченного на огне. И нужно было есть этого ягненка вместе с горькими травами и хлебом без закваски. Конечно, речь идет о маце. Мы все едим только мацу всю неделю. Это является послушанием заповеди, которое дает нам Всевышний. Мы едим мацу всю неделю. И также наши праотцы ели испеченного ягненка в горьких травах. К сожалению, забыл название по-русски. Вылетело просто из головы. На иврите это слово звучит как марор. И это три основных элемента пасхального стола, пасхального седера, который соблюдался как раз во время исхода, который народ ел вместе по семьям. Каждая семья ела это отдельно, войдя в дом, косяки которого были помазаны кровью ягненка. И затем написано в 12 стихе, «Я пройду по Египту и поражу каждого первенца, каждого первородного». Я хочу, чтобы вы это знали. «Я поражу всякого первенца от человека до скота и произведу свой суд над всеми богами Египта». И затем мы читаем 13 стих, который является ключевым, и написано, что «кровь на ваших домах, в которых вы находитесь, она для вас будет знамением». Для меня будет знамение. «И когда я увижу кровь, я пройду мимо ваших домов». В этом и раскрывается суть слова «песох» или «пройти мимо». В иврите, как бы, здесь заложен такой смысл, что Господь отправляет защиту или охрану, чтобы хранить двери вот этих вот домов. Многим известно, что такое мезуза, и на мезузе часто написана буква «шин». И эта буква означает «шадай». И это одно из имен Бога, которое мы знаем как «эль-шадай». Но буквально это означает «защитник дверей домов Израилевых». И истоки этого как раз в истории Песоха. Бог «эль-шадай» — он защитник дверей домов Израиля. И Господь говорит Израилю, что «ни одна казнь не коснется тебя, когда я буду поражать Египет». Я бы хотел поделиться некоторыми мыслями, которые очень важны в этой связи. Прежде всего, все общество или вся община должна была иметь ягненка, то есть каждая семья. Все должны были в этом участвовать. И вся община должна была убить ягненка. И поэтому обвинения в убийстве ягненка, которые выдвигаются там евреям, римлянам или еще кому-то, это не имеет под собой оснований в Писании. Ягненок принесен в жертву для того, чтобы обеспечить покров своей кровью. Есть еще одна вещь, которую важно отметить в этой же истории. Суд, который происходил со стороны Всевышнего, он не был провозглашен в отношении народа Египта. Суд происходил над всеми, кто находился в Египте. И это не только египтяне. И, конечно же, прежде всего, над богами Египта. Но своих первенцев теряли все, кто находился в Египте и не услышал, и не исполнил слова Всевышнего. То есть, по сути, провозглашен был суд для всех. И на египтя, и на израильтя, и на всех. Потому что это прообраз, это картина, это тень. Тень чего-то большего, грядущего. То есть, все люди, все население Египта было подвержено суду. Не было в отношении суда различий между египтянами и израильтянами. Не было различий между тем, кто хороший, кто плохой. В глазах Всевышнего не было такого понятия. Не было никаких отличий между этническими группами, кроме... Только было отличие между теми, кто помазал косяки кровью, и теми, кто этого не сделал. Вот это самое простое, но самое точное разделение в отношении всего человечества. Все человечество можно уместить в эти две группы. Послушайте, потому что это и есть Евангелие. Была группа человечества, да, часть человечества, которая слышала, имела знания о ягненке, о его крови, и использовала кровь ягненка для того, чтобы помазать косяки своих дверей. И они вошли в мире и шаломи, и в спокойствие в свои дома. Но есть те, и до сих пор есть те, кто не помазал кровью свои дома, свои сердца, и их ждет участь остальной части Египта, а именно смерть первенцев. И это касается и людей, и животных. Вот образ Евангелия. Писание нам говорит, что все, каждый, согрешили и лишены славы Божьей. И вот Египет, или состояние Египта, это состояние, прообраз состояния всего мира. И Господь провозгласил Свой суд над всем человечеством, которое является наследием Адама. Адам и Ева были отделены от Всевышнего в тот день, когда они не послушались Господа. Адам и Ева были отделены от общения со Всевышним, они утратили способность иметь взаимоотношения с Господом напрямую, как они имели в Эдемском саду. В тот самый день, когда они решили не послушаться Господа. И в тот самый день, когда они решили не послушаться Господа, в тот самый день, в тот самый момент над ними провозгласилась власть смерти. С тех пор люди стали смертными. Конечно, на это потребовалось время, то есть постепенно человек, жизнь человеческая, она сокращалась, и переходя от вечной жизни, человек стал жить все меньше и меньше. Сначала 900, потом 800, потом все меньше, и в итоге мы дошли до 70, по большей крепости 80 лет. И все мы смертные, все мы умираем. И это было провозглашение смертности или власти смерти над нами, но также духовной смерти, означающей, что все мы под Божьим судом, что все мы в итоге предстанем перед Его судом. Все, это касается всего человечества, включая израильтян. Все люди на земле находятся под Божьим судом и будут судимы. Но кровь дала возможность избежать этого суда. Кровь обеспечила выход. Кровь обеспечила искупление. Вот это образ или это модель Евангелия. И, конечно же, ягненок – это прообраз самого Ишуа-Машиаха. Юханан погружающий, он увидел Ишуа, который пересекал Иордан. И мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих, где написано «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». О чем говорил Юханан, погружающий в этом моменте, в этом отрывке? О каком ягненке речь, если там перед ним предстает человек или личность в человеческом обличии? Юханан, как сын священника, видел нечто особенное. Он постоянно, каждый год, он видел жертвоприношения ягнят, жертвоприношения животных. Каждый год. И он же понимал суть Песоха. Ишуа был этим пасхальным ягненком, был агнецем Песоха, без пятна и без порока. Это прообраз Машиаха, который должен быть без греха, таким образом, без пятна или без порока. И мы хорошо знаем, что Ишуа был сам без греха, он был без порока. И перед своим распятием или к моменту, когда его распяли, когда его казнили, он был в начале своего зрелого пути, скажем так. Это был его рассвет сил, ему было около 33 лет. Так же, как и ягненок, которого резали в Песох, который был в рассвете сил в начале пути. И таким же самым образом, эта жертва была не только для того, чтобы смыть грехи, но для того, чтобы защитить и искупить народ. И в Египте было две группы людей. Те, кто имели кровь на косяках дверей, и те, кто ее не имели. И мы знаем, что некоторые египтяне вышли вместе с народом Израиля. То есть, наверное, израильтяне рассказывали своим египетским соседям об этом. И если они верили в Бога Израиля, они тоже закалывали ягненка. И они также наносили кровь на косяки своих жилищ, и входили внутрь, закрывали за собой дверь и пребывали в покое. И избежали суда Божьего в этот Песох. И это единственный путь обеспечения от Господа Самого. Сам Всевышний предоставил этот путь и этот выход, чтобы ангел смерти прошел мимо домов. Мы знаем в Писании, что говорит Сам Всевышний, что Ишуа есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Него. Вопрос остается лишь следующим. Верим ли мы в это? Верите ли вы в это? Вопрос только в том, верите ли вы и принимаете ли вы тот факт, что есть только одно имя под небесами, которым мы можем получить спасение. Это очень важный вопрос. Если вы это не принимаете, и если вы в это не верите, тогда вы не сможете иметь духовную силу, духовную власть. Вы не сможете иметь это увещевание и убеждение. У вас не получится иметь то водительство, которое необходимо иметь для служения. Тогда не будет возможности провозглашать Евангелие в довольно стесненных обстоятельствах. Вас таким образом не получится устоять в служении, когда будут люди, которые будут противостоять вам, когда ситуации будут против вас, обстоятельства против вас, когда вы будете переживать духовную войну, духовную борьбу. Поймите, необходимо глубокое внутреннее убеждение, что это единственный выход, как для евреев, так и для неевреев. Что Ишуа является единственным путем. Он является единственным ягненком Божьим. И даже во времена Исхода он был единственным путем. Он единственный пасхальный ягненок, который дает покров и защищает первенцев от смерти. Только ягненок обеспечивал эту защиту. И были те, кто принял эту истину, и были также те, кто не принял эту истину. Евангелие же говорит нам о том же самом принципе. Есть также и грустный момент. Были израильтяне, которые имели знание о защите и об искуплении, даже во времена Исхода, во времена Первого Песоха. Господь дал им слова жизни, и израильтянам именно были дарованы слова жизни, так же, как и обещания вечной жизни через Ишуа от самого начала, самой этой истории. Мы знаем, что от начала за Ишуа ходили евреи, которые уверовали в него, это были его ученики. Мы читаем о тех 120 учениках или людях, которые собрались в горнице и молились около 2000 лет назад. И на Шавуот к вере присоединилось около 3000 человек. Это произошло вскоре после того, как Ишуа был вознесен, когда он вошел к Отцу. Затем в последующие дни мы читаем о том, как 5000 за один раз сразу присоединились к общине. Это были те, кто несли Евангелие по всему миру. Мы читаем о Петре, который был верующим евреем, последователем Ишуа. Именно он принес Евангелие Корнилию. Он также проповедовал всем его домашним, и они таким образом пришли к спасению. Это все произошло благодаря тому, что верующий еврей был верен и провозглашал Евангелие, в том числе нееврейским семьям. Мы читаем об апостоле Павле Шауле, который провозглашал Евангелие или Благую Весть также неевреем, из язычников. Он провозглашал проповедь Евангелия, и потом это движение уже в последующем стало называться христианством. Но мы знаем, что это прежде всего мессианская вера, которую распространяли евреи, уверенные в том, что Ишуа был еврейским мессией, является им. И они никогда не оставляли своего наследия. Мы также знаем, что Павел прежде всего шел к евреям. Именно он в первой главе послания к римлянам в 16 стихе говорит, «Я не стыжусь провозглашения Евангелия, потому что в нем есть сила для спасения, для всякого верующего, во-первых, для иудея или еврея, но также и для язычника». Вот это, мои друзья, и есть приоритет Всевышнего. И это не просто какое-то упоминание, которое мы читаем в истории и забыли потом. Евангелие начало распространяться благодаря именно еврейскому народу. Это прецедент, о котором мы читаем в Библии. Это божественное устройство, это божественный порядок, о котором мы читаем, который произошел ранее, но который осуществляется и дальше в истории. Евангелие обращено в первую очередь к евреям. Евангелие в первую очередь к евреям обращено и в Украине тоже. И потом уже ко всем остальным народам. Евангелие обращено в первую очередь к евреям и в Беларуси, и в России. Евангелие было обращено ко всем странам бывшего Советского Союза раньше и теперь и к Украине, и к Беларуси, и к России. Во-первых, к евреям. И также ко всем еврейским общинам по всему миру. Евангелие должно провозглашаться, во-первых, к евреям. У меня прекрасные воспоминания о моих поездках, путешествиях и пребывании в Украине, особенно вот в 90-е годы. Я помню, как я путешествовал по России и по всем странам бывшего Советского Союза. Я помню, как мы проводили эти огромные фестивали еврейской музыки и танца. Мы видели, как в Одессе тысячи евреев, еврейских семей наполняли стадион. И мы видели, как многие поднимались, чтобы принять Ишуа как своего Господа и Спасителя, когда мы делали к этому призывы. Это были тысячи людей. Тысячи людей в 90-е годы по всему бывшему Советскому Союзу. Но что привело меня в Украину? Почему я поехал туда в 1991 году? Что заставило меня поехать в Россию в 1990 году? И ответ здесь простой, но прямой. Это убеждение в том, что, во-первых, Евангелие для евреев, и они должны услышать Евангелие. В 24 главе Евангелия от Матфея Ишуа утверждает определенную вещь. В 14 стихе Ишуа говорит, что Евангелие должно дойти до каждого этноса, до каждого народа, и затем наступит конец всего. И если сюда добавить контекст с римлянам 1.16, тогда получится, что, во-первых, Евангелие должно идти евреям. Евреи, находящиеся в каждом народе, в каждой стране, должны услышать Евангелие прежде всего. Это ваш мандат. Это ваше призвание в этот период Песоха. Давайте не упускать из виду и из головы то, что единственный путь выхода из суда, из-под суда, заключается в откровении о том, что ягненок, невинный ягненок без пятна или порока, его кровь обеспечивает покров. И когда люди по вере забивали ягненка и мазали его кровью косяки в своих домах, в своих дверей, а затем входили и закрывали с собой дверь косяки, которые были помазаны кровью, они находили в этом выход и защиту. И они имели возможность разделить трапезу, общение и единство, которое заключалось в ягненке и горьких травах и маце. А в доме царил мир. Но окружающий мир, окружающий город и весь народ находился в смятении и страхе. Земля была опустошена казнью. Я не знаю, что вы лично прошли в этот период пандемии, но это действительно тяжелое и трудное время для каждого из нас. Есть периоды изоляции, времена неясности. Это период, когда мы доверяем Господу полностью и надеемся, что Он нас защитит. Но мы должны не забывать, что косяки наших дверей помазаны кровью ягненка. И этой кровью помазаны не физические двери наши, но двери нашего сердца, а ангел вот этой вечной смерти, Он проходит мимо нас, благодаря крови этого пасхального агнца, которым является Ишуа, который был введен на заклание, как ягненок, и Он положил свою жизнь за каждого из нас, чтобы мы, благодаря Его пролитой крови, могли найти вечную защиту, вечный покров, искупление и, наконец, вечную жизнь в Божьем присутствии. Дорогие друзья, у вас есть самое важное послание, которое есть только на земле, которое только может услышать человек в своей жизни. Может быть, вы чувствовали себя отделенными, изолированными от других. Возможно, вы ощущали смятение и страх. Может быть, вы чувствовали ненужность. Я все это могу понять, но я хочу вас ободрить сегодня и сейчас. Услышьте, послание Евангелия – это единственное послание, единственное слово, которое способно изменить и трансформировать жизнь в отношении целой вечности. Это самое адекватное и самое важное послание, которое человек может услышать в это время, в период пандемии. Представьте себе, таким же самым образом. Это было единственным, самым важным, жизненно важным, самым адекватным посланием, которое могло только быть принесено людям, когда Господь совершал свои казни в Египте. Единственным посланием спасения было послание о принесении в жертву ягненка. Таким же самым образом, в период COVID-19. Единственным посланием надежды. Единственным посланием является послание о надежде, которое Господь дает через Ишуа Машеха, через единственного ягненка, который берет на себя грехи мира. Поймите, насколько важно ваше послание, примите это, и я хочу вам сказать следующее. Пока это не укоренится глубоко в ваши сердца, что Евангелие – это единственный Божий план спасения, а Ишуа является единственным путем к Богу и нет другого пути к Нему, тогда вы не сможете быть оснащенными для того служения или того призвания, которое Господь имеет для вас, в которое Он вас призывает. Примите это глубоко в сердце, это то, что мотивирует меня лично. Это ободряет меня продолжать. Даже когда люди противостоят мне, когда я нахожусь в духовной войне. Но есть также причина этой духовной войны. Враг знает нечто, чего не знают многие люди. Это то, что происходит, когда евреи, представители еврейского народа находят Ишуа. Когда они приходят к вере и переживают спасение. В завершении хотел бы поделиться некоторыми мыслями из послания к евреям 11 главы. Я вас ободряю проходить, читать эти отрывки, особенно 9, 10, 11 главы и послания к римлянам. Наверное, на ежемесячном основании. Пусть это будет глубоко в ваших сердцах. Римлянам 9. Павел как бы представляет послание об Израиле, и он говорит, истину говорим вам внеси, не лгу. Моя совесть и Дух Святой говорят о том, что у меня есть непрекращаемая боль и ревность. Потому что я сам мечтал бы быть отделенным от вечной жизни от Машиаха ради спасения своего народа, ради Израиля. Обращаясь к язычникам, Павел говорит, что я готов даже отдать свою вечность. Я готов отказаться от этого ради своего народа. Это бремя, которое у меня есть. Так он представляет роль Израиля, особенно в последние дни, в последние времена. В 10 главе послания к римлянам он говорит, что желание моего сердца, чтобы Израиль обрел спасение. И он снова здесь обращается к неевреям и рассказывает о своем бремени ради своего народа. У вас также должно быть это бремя в отношении народа Израиля и в отношении того служения, которому Бог вас призывает. Я хочу вас ободрить и призвать, что если вы ничего не запомните из того, что я говорил, запомните лишь вот это хотя бы. Еврейский евангелизм получается тогда, когда у людей есть достаточное осознание своего бремени в отношении еврейского народа. Чтобы делиться своей верой, чтобы говорить Богу, вот я, пошли меня. Чтобы сказать хинени. Я готов идти. В римлянам 10 сказано, что если они не услышат, они не могут поверить. А если не поверят, то они могут провозгласить и спастись. И мы как раз те, кто призваны к этому. Вы призваны к этому. Вы посланы Богом для того, чтобы провозглашать Божье Слово еврейскому народу. Чтобы они могли услышать, уверовать и исповедовать свое спасение. Но пока вы не будете убеждены и не будете верить, что есть только один путь для этого, вы не сможете совершить это. У вас не будет для этого водительства и бремени для того, чтобы совершать служение. У Павла было это бремя, потому что он знал, что Ишуа был единственным путем. У Павла было это бремя, потому что он понимал, что такое спасение Израиля. Поэтому он был настолько посвящен своему служению. И наконец, 11 глава Кремлина, на которой я завершу, я обещал. Я уверен, что вы это уже слышали, но невозможно это слышать и чтобы было достаточно, поэтому я еще раз хочу повторить. Трижды в этой главе Павел говорит о том, что Господь не забыл свой народ. Трижды он говорит о том, что они не упали настолько, чтобы не быть восстановленными. Трижды он говорит о том, что Господь все еще имеет план для своего народа. И далее, с 11 по 15 стих Шауль говорит о том, что их отвержение еще тогда, в первом столетии, привело к тому, что Евангелие отправилось к язычникам. Да, лидеры народа отказались тогда от Ишуа, как от Мессии, как от Машеха, но их отвержение позволило Евангелию высвободиться для народов всего мира. Это открыло двери для Евангелия, которая потом обратилась ко всему миру, ко всем народам. И это хорошая новость. И далее он говорит, что если отвержение их послужило такой пользе, то что же будет, когда они вернутся к вере? 15 стих. Насколько будет великое событие, когда они вернутся к вере? Что произойдет, когда Израиль услышит Евангелие? И верующих станет все больше и больше в ответ на призыв в Евангелие. И Павел четко отвечает на собой уже поставленный вопрос. Это будет жизнь из мертвых. Это одно из моих самых любимых мест Писания. Жизнь из мертвых. И здесь есть связь между христианами и евреями, между церковью и Израилем. Заключается оно в том, что отвержение Машиаха со стороны фарисеев, саддукеев увело большая часть еврейского общества, общества Израиля от веры Вишуа. Но затем Евангелие отправилось ко всем народам мира, через Павла и других учеников. И язычники очень быстро впитали это. И Павел задается вопросом, что же будет тогда, когда евреи вернутся к вере и глаза откроются? Это принесет жизнь из мертвых. Я верю, что здесь речь и о физической жизни, и о духовной. Я верю, что речь о пробуждении, которое зальется на все народы мира, включая, конечно же, Украину. Я в этом не сомневаюсь, и у меня особые чувства к Украине. Я считаю, что Господь еще будет делать великую работу в Украине и за ее пределами, через вас. Но если вы будете послушны для того, чтобы провозглашать Евангелие, во-первых, еврейскому народу, это будет жизнь из мертвых. Далее, в 25 стихе он продолжает и говорит следующее. Братья, не хочу оставить вас в неведении в отношении Израиля. И он говорит о том, что все евреи или весь Израиль, другими словами, потомки Авраама, Ицхака и Иакова, что их ожесточение, частичное ожесточение их сердец, произошло до того момента, пока не наступит полнота язычников. Я считаю, что мы уже находимся в этом времени. Церковь возвращается к пониманию своих корней. Церковь возвращается к посвящению, к посту, к молитве, к провозглашению Евангелия. Возвращается к силе Святого Духа. И Писание нам говорит о том, что Израиль в итоге вернется. 26 стих говорит «И так весь Израиль спасется, обретет спасение». Далее мы читаем о том, что Избавитель придет от Сиона и удалит безбожье от Якова и уберет их грехи. Это прямая цитата пророка Еремии 31 главы с 31 по 35 стихи. Он говорит о том дне, когда слепота спадет с глаз еврейского народа. И это должно произойти до того, как вернется Машиах. Почему еврейский евангелизм настолько важен? Почему призвание, которое есть в вашей жизни, для того, чтобы нести Евангелие, во-первых, еврейскому народу, является настолько важным? Во-первых, потому что это несет жизнь из мертвых. Во-вторых, потому что у вас есть мандат, который описан в Римлянам 1.16, где говорится, что Евангелие, во-первых, для иудеев, во-первых, для евреев. И в-третьих, потому что это приведет к возвращению Машиаха. Это вернет Яшуа обратно на эту землю. Он не вернется просто так. Давайте перефразирую. Он не может вернуться обратно, пока еврейский народ, пока Израиль не увидит его и не скажет «Благословен грядущий во имя Господне». И тогда он вернется. Израиль должен воззвать к нему, прежде чем Яшуа вернется. Как же это может произойти? Каким образом может спасть пелена с глаз еврейского народа? Конечно же, через чудеса, знамения, через невероятные проявления. И я глубоко убежден, что мы на пороге явления великих чудес и знамений, которых еще не происходило на земле, которое будет давать нам Дух Святой. И в чем вот это великое отличие грядущих событий от всего того, что происходило до этого в мире? Это спасение еврейского народа. Как в самой стране Израиль, так и за ее пределами спасение всех евреев по всему лицу земли, включая Украину. Это жизнь из мертвых. И весь Израиль будет спасен. Будет божественное откровение, но оно может произойти благодаря провозглашению Евангелия. Я хочу сказать это вновь. Однозначно будет великое откровение от Бога, что Яшуа является Машиахом, но оно придет через провозглашение Евангелия. Но если вы не будете провозглашать, тогда они не услышат это откровение. Вот почему так важно провозглашать. Я лично хочу видеть, как Яшуа вернется на эту землю. Я хочу видеть, как он вернется именно при моей жизни. Я становлюсь все старше, волосы меня уже покинули, борода у меня уже седая. Время коротко, но я очень хочу видеть тот момент, когда он вернется обратно на землю. Как это произойдет? Благодаря провозглашению Евангелия. Благодаря работе по евангелизации среди народа Израиля. Среди еврейского народа. Поэтому это величайшая возможность, это величайшее призвание. И я не могу себе представить более подходящего времени, чем вот этот период Песоха, когда агнец Божий, когда ягненок, который заклан на Песох, пророчески является тем самым ягненком без пятна и порока. И, конечно, мы знаем, что этот ягненок – это прообраз Яшуа. И он является единственным средством защиты и покрова. Так же, как израильтянам нужна была кровь для того, чтобы защитить их от казни в Египте. Таким же образом, сейчас еврейскому народу нужна защита, благодаря крови их Машеха, благодаря крови Яшуа, чтобы омыть их сердца и стереть всякий грех. Я хочу ободрить вас, чтобы это было глубоко в ваших сердцах. Я хочу вам сказать, что все заострено на провозглашении Евангелия евреям, во-первых. Мы, прежде всего, призваны молиться и провозглашать еврейскому народу, чтобы они были спасены. Это миссия первых верующих. Это наша миссия, это ваша миссия. И в завершении я бы хотел помолиться о вас в этот период Песоха, чтобы Господь наполнил вас своим духом и обновил вас. Чтобы вы вновь совершали работу и достигали народа Израиля для Евангелия. Провозглашаю благую весть о том, что Агнец Божий пролил свою кровь за всех них. Господь, я благодарен Тебе за каждого человека, который слушает меня сейчас. Я молюсь о том, чтобы это слово, которым я делился сегодня, это было передача от сердца к сердцу. Передача власти, авторитета, страсти по Господу, ревности по Нему. Его бремени, так же, как и у Павла, было бремя в отношении своего народа, которое позволяло ему говорить следующее. Я даже согласен отдать свою вечную жизнь за свой народ. Поэтому, Господи, наполни каждого из нас, включая меня, новым бременем, чтобы провозглашать Евангелие народу Израиля. Да последуют за этим чудеса, знамения и великие явления. Пусть твой божественный толчок, твое божественное водительство ведет нас вперед. Наполни нас, захвати нас, чтобы сокрушались всякие барьеры, которые стоят на нашем пути, которые удерживают нас в наших жизнях. И я провозглашаю Божье помазание, которое сокрушает всякое бремя в вашей жизни. Я молюсь о вас и провозглашаю. Ваш голос будет громче, чем когда бы то ни было, с чудесами, знамениями и явлениями, с властью исцелять, которая сходит свыше, которая дана от Господа, да сойдет на вас помазание от самого Господа, чтобы быть свидетелем Божьего Слова, чтобы совершать работу евангелиста, чтобы провозглашать, во-первых, евреям, во-первых, иудеям благую весть. Евангелие. Есть только одно имя, которое дано нам под небесами, которым мы можем спастись. Примите свежее помазание от Руах, наполнитесь и получите эту свежесть от Него, имея страсть провозглашать Его Слово. Я провозглашаю о вас, что вы будете инструментами в Божьих руках, которые несут спасение для народа Израиля. Я провозглашаю это о вас, в ваших жизнях и через ваших жизней. Жизнь из мертвых. Я провозглашаю жизнь из мертвых, в вас самих и через вас. Жизнь из мертвых. Во имя Ишуа. Обновление и свежесть, которые сходят свыше. Излияние Святого Духа. Да обретет спасение вся Украина. Во имя Ишуа. Аминь. И аминь. Да благословит вас Господь. Во имя Ишуа. И варехеха Адонай вийшмареха, и эр Адонай панавей леха викунека, и са Адонай панавей леха виасемлаха, да будет мир на вас. И хак-самех, счастливого вам праздника, да будет этот период Песоха для вас встречи с живым Господом. Во имя Ишуа Машеха. Валентин и Татьяна, я вас очень люблю, и всех люблю, и надеюсь физически присутствовать рядом с вами в ближайшем будущем, поэтому берегите себя и провозглашайте Евангелие. Во-первых, евреям. Я могу не прощать, потому что во мне есть прощение от Бога, то есть я это... Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. Дары и призвания не подлежат пересмотру. Это было... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok